Привет-привет! Мы дождались тепла. Смотрите, что у меня есть с собой в кармане. Секатор. Для чего он мне? А для того, чтобы мы сейчас пошли и нарезали ветки для будущего заборчика. Как и хотела, хочу попробовать из других веток, не из плодовых деревьев. Я из вишни, по-моему, да, тот раз делала вот этот низкий заборчик. Сейчас покажу еще раз с вами его. Вот, и сейчас хочу попробовать сделать из других веток. У нас около дома есть такие заросли, можно сказать. Вот, мы их подстрижем немножечко. Да, вот у меня такой заборчик, совсем низенький, маленький. Я хочу попробовать из метровых, например, веток сделать, которые будут более толстые. Короче, там заросли. Их тоже убирали, чтобы... Ну, там, в общем, увидите все. Не знаю, как объяснить, вы поймете, думаю. Ну, все, сейчас идем. За нами точно малышка пойдет. Ну, я надеюсь, не сбежит. Ну, знаешь, вот она постоянно, когда я ухожу в магазин, она не выбегает. Как я ухожу налево, все. Переживает, что ты ее бросишь. Кстати, иди сюда, покажу тебе, какие сегодня почки я посмотрела. Ну, березки уже. Ну, березка меня не так сильно удивляет. Вот плодовые у нас уже цветут. Ну, это понятно. Я просто к тому, что уже тоже появились. И на вишнике тоже такие уже почки. Да уже хорошо. Ну, да. Уже тепло, оно укореняется, так скажем. В общем, куда мы идем? Вот они, заросли, да? Я увидела, что на днях убирали деревья там. Ну, они же мешают. Ну, а если там прутья хорошие, почему бы их нельзя? Угу. Ну, да, точно я вижу подстриженные. Только здесь по труе надо аккуратно идти, чтобы никаких змей не было. По весне же они любят. Да и вообще, ты же помнишь, тебе как в январе-то от тебя приехало? Это был, да, январь месяц. Аккуратно подлезь. Я так отвыкла под ноги-то, смотри. Иду такая, смотри по сторонам. А змея лежала. Ну, хорошо, что малышка со мной побежала впереди. А на, проходи. Давай посмотрим. Ну вот. Как, откуда она сбегает? Я не пойму, это что такое? Это что за беспредел? Она всегда. Вот, понимаешь, она, видимо, чует, что надо идти со мной вместе. Ты что, малыша? Вот беспредел. А для кого забор существует? Пойдём. Я бы тебе говорила, что надо идти дома. Слушай, она так переживает, боится, что как будто мы её оставим там. Одну. Всё. Нет, пост оставила. Всё. Так, здесь, надеюсь, собак нет. Знаешь, чем пахнет? Да, я вижу. Я вижу, что-то пахнет, как цветущая. Какой аромат. Есть такое, да. Малышка, ты куда пошла? Ну, ты где что? Малышка. Ну, вот посмотри, такие ветки. Может быть, это можно? Да, из них можно. Видишь, они растут, видимо, не то, чтобы территория... Ну, короче, это поросль. Ну, да, как поросль, да, это трава. Давай посмотрим. Я прям боюсь, потому что сейчас надо, наверное, закрывать и стараться. Она же будет тут ходить. Малышка, иди сюда. Я сама их могу потом от... Главное, вот... Я вот за неё боюсь, она сейчас убежала. Малыш, иди сюда. Наверное, сейчас я её Ксюше пойду, закрою в сарае. Ну, давай. Иди сюда, малышка. Малышка. Да, тут собаки могут ходить. Будет у нас потом много малышек. Надо её домой. Не нужно. И нам ещё куча малышек потом. Малышка. В общем, пока мама пошла отводить малышку, я сама отрежу. Но они суховатые, правда. Вот. Просто мне надо было куринский мин тоже с чем-то обрабатывать. Малышка сказала, что только этот можно секатор подкрутить. Ну, я могу сама, в принципе. Я же поняла уже. Да мы ветки хотели на секатором пообрезать. Поросль. Ну, вот у вас же эта куча лежит. Вы же её не будете увозить никуда? Не, не знаю. Да просто мы заборчик хотим из этих веточек сделать. Да, декоративный заборчик из веток. Просто я вижу, что лежит как бы у вас. Вы же не вывозите никуда. Значит, оно у вас бесхозное лежит. Вот мы и хотим набрать веточек. Да, как это большая. Малышка, я же высматриваю. Я вижу, чтобы не сильно сухая была тоже. Малышка, я же туда пойду мусор пособираю вокруг дома. А то налетело много мусора. Да. Конечно, было бы проще, когда уже растёт дерево, да, такие вот ветки. Но они ещё свежие. Но они свежие, ещё хорошие, да. Их много тут, вон там с той стороны, да, со всех сторон очень много. А, камеры, видимо, у них установлены, поэтому мы не видели у нас. Они хотим, а камеры. Собака лает ещё. И собака лает ещё. Вот здесь лучше ветки. Режутся лучше. Более свежие, что ли. Итак, я принесла домой нашу порсель. В принципе, я её уже и там подготовила. Вот столько у меня получилось. И буду, скорее всего, сейчас вот здесь, да, вам заборчик делать? Да, чтобы собаки не бегали. То есть, получается, вот так вот, да? Ну, они вот... С какой стороны ты покажи мне? Я могу по вот этой границе сделать. Вот тут заборчик, правильно? Ну да, да. Они вот тут и бегут. Ну, скорее всего, не с этой стороны. Да, вот смотри, они бегут, да, вот с этой стороны. Ну так она. Она прямо тут прям как-то бежит. Она не здесь бежит, она прямо тут как-то. Я понимаю, у меня просто откуда начинает она понять. Так, ну здесь папа у нас обычно же культивирует, да, дорогу получается? Поэтому я... Он на культиваторе проезжает. Ну, вот пусть... Я думаю, наверное, отсюда буду начинать. А может, поближе немножко сделать? У меня будет и с этой стороны, и с той стороны. Ну да. Я планирую как бы и здесь, и тут. Такой какой-то звук непонятный. Прям по мозгам давит. То ли трактор какой-то едет, то ли что. Какая-то техника. Сначала подумали, может, вертолеты летят. Нет, не вертолеты. Потому что так потихоньку приближаются. Звук этот, надеюсь, вы слышите. Я взяла проволоку. Писали в комментариях, что делают. Скрепляют обычно проволокой. Сейчас закручу. Ну, потому что такие тяжелые ветки, они не будут удерживаться обычной веревкой, ниткой там. Вот как-то так. Так. Проводила респондент. Тут получился микс веток, я бы не сказала, что тут какие-то прям прутья, вот эту не обработала. Веточки-то должны быть без всяких наростов, красивенькие, но закреплять в любом случае, я думаю, надо будет, там я потом подровняю, вроде держится. Вот это, ну что, Марта? Опять игры начинаются, да? Все, все, напрополую. Все, сейчас их садим на место. Мишка, пойдем. Миша, иди ко мне. Мишка, иди сюда. Она уже не может отнять. Миша, ой, малышка. Малышка, не трогай ее. Иди ко мне сюда. Иди сюда ко мне. Все, ты моя хорошая. Успокойся. Успокойся, успокойся, хорошая девочка. Малышка, как начни. Эта радостная сразу убежала. Загнала собаку. Она замучила его. До потери пульса уже. Вообще, что было сейчас? Представление такое, а? Мишка, давай, все, посиди здесь, отдохни. Ну, знаешь, мне не хочется, чтобы это, как бы, их и это... Чтобы они тут все попортили. Пусть лучше посидит. Еще хочу подровнять сейчас вот здесь эти края. Чтобы были менее ровненькие. В принципе, в принципе. Мне очень нравится то, что у меня получилось. Я думала, мне хватит на два заборчика здесь и там. В итоге мне только хватило здесь веток. Маловато я принесла их. Пошла я, в общем, за второй порцией прутьев. Потому что нужно все-таки продолжить этот заборчик делать. Как-то маловато. Сейчас нарежу, еще схожу. Конечно, хорошо, если бы они были все не сухие. Но тут очень много именно сухих. Я вот померила, что мне нужна как бы вот такая примерно. Ну, типа того. Конечно, это маловато. И что вы думаете? Эта собака опять за мной побежала. И сказал маме следить. Это какой-то беспредел. Где она вылазит? Я просто не понимаю. Ну, сейчас скажу маме. Мы ее не отпускаем, потому что мы боимся за нее. Гуляет шпана. Мама. 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 Теперь скажу. Мама. 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 опять убежала у меня скорее просто личный интерес выбежать за забор беспредел какой-то просто беспредел собака за огород вылазит так красиво мама придумала положить еще камни это больше и даже не для красоты для практичности чтоб собаки не бегали ничего не топтали вот этот я конечно доделаю тут маловато вот так вот камешки и вот этот вообще круто получился выглядываем из окна а там медведь лежит просто спит на земле где захотела там и упала так вообще смешно но такой пушистый реально медведь развивается шерсть на ветру хорошо а зачем нам будка для чего нам будка если нами так хорошо композиция у нас называется антивандолин антивандолина будет более красиво и так художественно композиция представлена антивандальными заборчиками в количестве двух штук и камнями автор задумывал художественный смысл что камни как будто это время нашей жизни а в общем антивандальный заборчик у нас и красиво и практично только что мы ходили с мамой за ветками в тот же самый лесок решили оставить малышку дома чтобы она за нами не побежал то что она бы сто процентов выбежала но решили посадить ее в сарай это что произошло мы этого никак не ожидали я еще куда там нахожусь ну как бы расстояние приличное я слышу долбится что-то что-то прям ломается ну я так поняла что собака пыталась выломать короче дверь пыталась как-то ее открыть но когда мы пришли вот это вот существо мы ее открыли открыли дверь я открыла но я не сразу заметила посмотрите что сделала собака она нам выломала дверь вот дырочка какая это надо было с какой силой рваться наружу открой покажи как чтобы сломать дверь ну папа опять работа а смотри как раз мы закрывали вечно опять что делали это же надо она она просто не хочет это что за собака такая которая дверь проломала и вот так она хотела с нами побежать вот вот это вот крошка что сломала нам дверь опять непредвиденные расходы я слушаю вообще в шоке собака мелкая проломила дверь так куриц тогда нельзя здесь держать но никак тогда также леса может проломить дверь дверь уже конечно не новая уже старая но мама сам факт того что собака мелкая проломила двери скорее всего не за один раз мы же ее часто закрываем когда уходим закрываем чтобы она там или кто-то пришел в гости к нам и закрываем ее там она видимо не сразу медленно у меня все равно в голове не кладут что собака проломила двери с кем-нибудь такое случалось когда-нибудь ладно когда собаки кошки открывают дверь нам на не выламывают за вот этой вот веткой мы сходили я хочу из нее сделать как бы такую арочку не знаю получится мне ее согнуть или нет в общем вставить ее в землю и сделать такие висюльки у нас есть шишки которые мы привезли из крыма вот я их на ниточки они у нас будет красиво так висеть ну вообще такая зона красивая вот как-то так я себе это представляла как бы украшение кошка у нас сошла с ума вообще с ума сошла вот мама ходит кошка хочет домой она ходит по пятам за мамой орёт дома никого нет но она хочет дома на кровати поспать уж очень хочется вот покажи вам вот допустим ты идешь и она за тобой идет она идет сразу мы только сюда подвинулись и кошка сразу пошла за нами и орет она очень громко да непонятно чего у нее в уме уже у кошки на старости лет то кошка ж не молодая такой зоопарк у нас собаки двери ломают кошки вот такая композиция у меня получилось что-то такое сразу северное набивая ну потому что шишки ассоциируются с севером вот по моему классно мне даже как-то глаза радуются когда я на это все смотрю а остальные шишки упаковываем пакет будем их использовать следующий раз для какой-то другой цели кстати может быть кто-нибудь напишет нам в комментариях идеи куда можно использовать эти шишки что можно сделать своими руками у нас их не слишком много но есть что можно может какое-то украшение для огорода надо будет завтра прополоть когда уже будет потопнуть Сейчас трактор проедет. Классно, деревня. Этот мужчина всегда здесь работает на этом тракторе. Он здесь всегда пашет. Всегда по весне. В общем, что мы делаем? Мы копаем яму под ведро, которое мы будем вкапывать. И там у нас будет как-то такая клумбочка, куда мы посадим цветы. Я предложила в этом месте, чтобы наш алтарик такой выглядел более красиво. Мне почему-то показалось, что в этом месте будет очень уместно. Наша Мишель нас с нами рядышком. Она проверяет. Да, Мишечка? Давай тебе покажем. Ой, ты уже сама идешь. Идешь сюда, сама. Я тебе хотела показать зрителям. Добрая наша, да? Доброта наша. Мягонькая такая, пушистенькая. Руки только все нам лежит и держит. Ага, надо просто доставать. Может сразу ведро складывать? Потом его тяжело поднимать. Затем мы можем его поднять. Так что? Как раз земля нижняя ком туда вниз уйдет. А верхний хороший сюда положим. Пока земля хорошая, копать легко, можно копать. Конечно. А потом все уже. В июне, в июле лопата в землю не войдет. Я помню это вообще. Мы пока этим занимаемся, пока такое время года подходящее. Потом нет, все, потом уже. Я в том году хотела посадить редиску в августе. Я поливала дня два дня. Вот здесь кусочек земли. Поливала, поливала. Ну, земля-то вообще, ведь лопата не входит. Потом сделала вывод. Все, больше не занимаюсь этой ерундой. Пока дождь не пройдет, мне ничего бесполезно садить, копать. Еще притопчу вот здесь. Все. 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 Хватило. Хватило. Ну что, день подошел к самому завершению. Достаточно насыщенным он был. Много что успели сделать. И главное, заслуга этого дня, это вот эта вот такая облагороженная зона. Зона. Ну пусть зона будет. Если вам понравилось видео, не забывайте писать комментарии. Напишите уже что-то в конце концов. Почему вы молчите? Надо написать что-то в комментариях. Вот. Пообщаемся с вами. Вот. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны на меня. Не забывайте следить за мной, в том числе на площадке Яндекс Дзен на Ютубе. И там и там выходит много интересных роликов. На Дзене еще и статьи и фотографии. Так что заходите, жду вас в гости. Всем спасибо. Пока.